Видео от пользователей из России, который пытается зайти на YouTube. Несколько минут загрузки, чтобы в конце концов увидеть серые квадраты там, где должны быть видео. В последние два дня россияне в массовом порядке не могут воспользоваться сервисом. При этом участие пользователей проблем загрузка видео пока нет. Эксперты объясняют этот осторожный подход российских властей страхом случайно отключить другие сервисы. Блокировка первого потребления сервиса в России не может пройти бесследно, не нагрузить сети и, соответственно, конечно же, может сказаться и на том, что упадет вообще весь, скажем так, сегмент интернета, потому что каналы будут перегружены. Кремль это прекрасно понимает, поэтому вот таким образом потихонечку смотрит, что происходит с внутренними сетями и с внешними, и там, возможно, либо он где-то будет отпускать, а, возможно, и наоборот, перейдет к полному ограничению, если увидит, что другие службы это не задевают. Официальные российские власти при этом хранят молчание. Ситуацию не комментирует не Роскомнадзор, не главный спикер по этой теме в Госдуме, депутат Александр Хинштейн. Две недели назад он обещал замедление YouTube, но, как он говорит, не в наказание российских пользователей. Деградация YouTube – это вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. Между этими угрозами и реальным замедлением прошло две недели. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков считает, что видеосервис смогли подвергнуть цензуре из-за наступления Украины в Курской области. Пока, я так понимаю, режим не определился, что делать в связи с вот этой, ну, я бы сказал, такой гейм-ченджинг, да, такой атаки ВСУ в Курской области, потому что, с одной стороны, это нападение на страну, это значит, что ты должен объявить, по сути, войну, военное положение ввести, это значит мобилизация, закрытие границ. Ну, как бы вот такая должна быть реакция. Либо ты должен максимально скрывать информацию от граждан, потому что, ну, до сих пор они это называют либо провокацией, да, либо там специальные военные операции, вот. И чем меньше людей об этом узнает, а узнать можно только через независимые СМИ, которые распространяются в интернете, в основном в YouTube-каналах, то есть видео там идет, основные потоки видео идут там, то, конечно, здесь желательно сделать так, чтобы эта информация не распространялась в России. На фоне замедления YouTube в топ-скачиваний в магазинах мобильных приложений в России ворвались три других сервиса. Это подцензурные российские платформы Routube и VK-видео. А также бесплатные VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки. Между тем, киберэксперт рекомендует полагаться на платные VPN-сервисы при просмотре YouTube. Конечно, трафика к YouTube вам эти бесплатные VPN-ы не обеспечат, потому что это огромное количество трафика, и ни один из социальных проектов, который VPN-ы бесплатно предоставляет, не может обеспечить такое количество трафика в таком широком канале, чтобы каждый человек смог YouTube бесплатно смотреть. Поэтому мой совет — это, конечно, смотреть какие-то платные решения. Они еще доступны. Дарбинян не исключает, что при желании остаться в России Google, который принадлежит YouTube, может пойти на сотрудничество с российскими властями. Пример такого сотрудничества BigTech с Кремлем недавно продемонстрировала другая западная компания. В начале июля Apple убрала из российского App Store несколько популярных VPN-сервисов.